Вера, по очень сложной ассоциации, которая, надеюсь, будет понятна и вам, и зрителям, я вспомнил ваш вопрос Владимиру Путину относительно фильма «Матильда», когда вы спросили об отношении президента и назвали то, что происходит вокруг фильма «Матильда» чудовищно. Но ведь на самом деле масса людей православных, они были априори оскорблены вообще идеей экранизации вот этой всей истории, друговной между балериной и императором. Вы эти вещи учитываете вообще, что есть люди, которые действительно верят, и они, может быть, с точки зрения, скажем, светского социума не всегда адекватны? У нас в России очень сложно об этом говорить, потому как даже празднуют День Победы мы понимаем, что кто-нибудь в демонстрации понесет и портрет Сталина, потому как порой шли умирать за веру, да, за Отечество, это еще до революции, за Родину, за Сталина. Хотя была еще шутка «За Родину заставили». Такая была острота «За Родину за Сталина». Поэтому в наше время очень сложно отделять. С одной стороны, мы идем парадом, мы гордимся. Я сам прошел парадом в Бессмертном полку, причем не для камеры, не для прессы. В этом году? В этом году я прошел по Красной площади со своим дедом. Я был счастлив, что мой дед, который приезжал в Москву, он был на Красной площади, но парадом он ходил всегда в Лысково, в Нижегородской губернии, там в маленьком городишке Лысково, мы всегда звонили дедуле, дедуле, поздравляю, он только что вернулся с парада, там в Лысково. Я впервые пришел по Красной площади со своим дедом, его женем живых, а я с ним прошел. И мне тогда было так хорошо. Вот это ощущение, что мы с дедом вместе идем по Красной площади. И тем не менее я прекрасно понимаю, что кто-то умирал из-за Сталина. Потому что мы знаем о том, как Иосиф Васильевич расправлялся с народом-победителем, потому что ему был опасен народ-победитель. Мы знаем. Но есть огромное количество ветеранов, есть огромное количество старших поколений, которые до сих пор верят. Поэтому у нас в России все вот, знаете, вот так вот по краешку, туда-сюда, можно свалиться, упасть, и возникает некий скандал. Равно как сейчас, допустим, взять, пойти и сломать памятник, допустим, того же Сталина, который все-таки у Кремлевской стены. У нас бюсты там многих, в том числе и военачальников, которые, по идее, хорошо бы перенести в какое-нибудь другое место. Ибо Красная площадь – это Красная площадь. Отнюдь не кладбище. Равно как и Владимир Ильич Ленин, который, мне кажется, простите, не буду говорить. Опять же, видите, как у нас, вот скажешь так, вот видите, по тонкому льду мы ходим. Хотя, с другой стороны, господа, ну почему бы не предать земле, действительно, на родине? И те, кто хотят почитать, пожалуйста, почитайте. Почему это делать именно на нашей парадной Красной площади? Я до сих пор не понимаю. Хотя я родился в Советском Союзе, и уж сколько раз я посещал мавзолей Ленина, я, честно, даже не припомню, но раза четыре точно стоял в очереди от Александровского сада, проходил, проходил в ужасе мимо Владимира Ильича, потому что это было, знаете, такое абсолютно хороу, если такой просто восставший заданный, не знаю, что-то страшное, это уже... Школьникам, да? Конечно, конечно, с пионерским галстуком. Меня принимали там, как раз, получили в пионеры, у памятника Ленина. Сейчас, когда я вот был в Кремле, я пытался с трудом найти этот памятник, у которого меня принимали в пионеры, не нашел. Памятника уже нет, но мавзолей остался. Видите как, у нас действительно по тонкому льду. Так же, как и история с Николаем II, при той страшной, страшной мученической смерти всей семьи, причисление к лику святых. Тоже не совсем, знаете, все так гладко, ибо, допустим, вот мнение, допустим, Бориса Акунина, к нему тоже по-разному относится, да? А я вот с удовольствием читаю, и в «Алмазной крестнице» сейчас вот и на гравацию. Ну, с удовольствием читаю. Вы знаете, такое чтение для удовольствия. Вот читаю, и мне нравится. Он, допустим, говорил, почему наша русская православная церковь причислила к лику святых только семью, а тех, кто добровольно пошел с ними и сложил голову, не причислила. Они ведь пошли не потому, что служили, а не верой и правдой. Верой и правдой. Они не струсили, им предлагали уйти. Предлагали верой и правдой. Повар, по-моему, там. Горничный. Горничный. Они были рядом. Они недостойны. Наверное, ну как, кто-то скажет, нет, ну почему нет. Ведь, мне кажется, ощущение святости, я не знаю, вот какого-то высшего полета. Мы не говорим о людях земных. Мы говорим о ощущении вот этого высшего полета. В этот момент тоже происходит, когда человек решает им героический поступок. Я не знаю, для меня все герои, они святые, потому что они герои. Они преодолевают свой собственный страх, как войну. Свой собственный животный страх. Для того, чтобы спасти огромное количество своих товарищей, шли и бросались под танк, допустим. Что в этот момент происходило в человеке? Что это? Что это за чувство? Неужели это не та самая святость в этот момент, когда ради других, не ради себя, или даже за ту же самую родину вдруг пойду и умру? Но ведь есть нормальный животный человеческий страх. Заставить вот так вот с бухты барахты. Ну давайте сейчас вот умрем. Думаю, вряд ли у вас будет ощущение. Можно я подумаю? А кто-то вот да. Интересно ведь здесь. Понимаете, поэтому здесь очень сложный вопрос. Я, допустим, учился в советской школе. И для меня те события, когда произошли на Хадынском поле, они у меня вот здесь вот, как засели. Я учился в советской школе. Ну что поделать? Ну давайте, ругайте меня за то, что я учился в советской школе. Но меня учили так. Я впитал это, и для меня очень сложное отношение к Николаю, при том, что я современный человек. Он к Николаю кровавый, мы его помним как по школьным учебникам. Сколько нам вдобилось сознание. Да, что он кровавый. Безусловно. И я убежден, что многие, если, допустим, говорить о зрителях или о тех людях, которые, допустим, посмотрели этот фильм и оценили по-своему многих, наверное, было как раз и такое мнение. Ну почему нет? Но для тех, кто действительно верует и действительно, для тех, кто действительно понимает, что это была, конечно, чудовищная казнь и мученическая смерть за веру, за Отечество, безусловно, святые. Очень интересный вопрос. Поэтому сложно, сложно, поверите, нельзя говорить. Сложно и интересно. Вот действительно, почему монарха и Чен Фосини причислили к лику святых, а людей, которые совершили подвиг, приняли такую же мученическую смерть. Нет, зарубежная церковь причислила зарубежное русское. Ну, во всяком случае, да. Они раньше причислили всех, кто тогда... У нас этого не случилось.